Преподобный Абросий Оптинский очень переживал, когда видел, что приходящий к нему человек не имеет болезненного сердца. Он даже часто говорил, когда видел такого человека, у безболезненное сердце. Он сразу это определял, потому что сам всю жизнь болея, зная, что такое скорби, что такое страдания, видя много людей, которые к нему приходили, он не понаслышке знал об этих скорбях. И поэтому имел сердце, которое болезновало о всех приходящих. Наше сердце имеет такую особенность, что оно впитывает и наполняется тем, что видит вокруг. Сейчас мы живем в то время, когда любовь оскудевает в людях. Это не потому, что сердце наше стало каким-то окамененным, нечувственным. Нет, оно просто уже не может в себя вмещать всей той скорби, всех страданий, которые мы видим буквально рядом с собой. Информационный фон наш наполнен постоянным голом. Как будто мы постоянно находимся в какой-то комнате, где непрестанно работает шумный генератор. И мы уже не слышим рядом с собой никакого вздоха, никакого плача, который может исходить от наших близких людей, которые вот прямо рядом с нами. Просто сердце уже наполнено до краев этим шумом и не может вместить уже ничего другого, настоящего. В Священописании есть четкое различие между печалью, которая по Боге, то есть печаль в Боге, которая соделывает покаяние во спасение. И есть другая печаль, которая, как говорит апостол, соделывает смерть, то есть причиняет смерть душе. Нельзя сказать, что мы нечувственные, мы страдаем, мы постоянно переживаем за все. Но это переживание, оно какое-то мелочное, потому что нам постоянно пытаются внушить какие-то, ну что-то важное. Допустим, какой-то футболист забил в гол не в те ворота. Какой-то там клоун или актер поругались между собой. Мы постоянно вот живем, слышим это и начинаем от этого нервничать, переживать. И в итоге у нас в сердце не хватает уже места для настоящей любви. В Священописании в книге пророка Иезекииля, в 9 главе, описывается такой случай, когда пророк видел видение, когда в город Иерусалим с северными воротами входило 6 карателей, которые имели в каждой своей руке оружие для уничтожения города. И он услышал голос Господа, который сказал этим карателям, чтобы они шли и уничтожали Иерусалим. Но между ними и между этими шестью был один в льняной одежде как бы с тростью песца. И этому одному он сказал, чтобы тот шел и на челах всех тех, кто в Иерусалиме болезнует о беззакониях и мерзости, которые совершаются в нем, тем поставить знак на челах. И вот эти каратели уже не могли приблизиться к этим людям, уничтожая всех остальных. Здесь сокрыта премудрость о том, что настоящая печаль должна быть не о том, что совершается внешне в мире, не о каких-то пустяках, хотя на самом деле это может быть очень серьезно, а именно о беззакониях, о тех грехах, которых совершаются даже в нашей собственной душе. Вот если будет у нас страдание, будет болезненное сердце именно об этом, то тогда все внешнее уже не будет причинять нам такой сильной боли. Как обычно это случается с людьми, которые не имеют упования, которые имеем мы христиане. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с сегодняшним праздником. Очень благодарен вам всем, что вы пришли и почтили память преподобного отца нашего Амбросия. Сердечно благодарю гимназию за это пение, необычное очень. И помните, что ваша гимназия носит имя преподобного Амбросия, и что преподобный батюшка Амбросия следит за каждым из вас. Он радуется каждому успеху, сопереживает каждому вашему страданию. И иногда может даже палочкой постучать по голове, как он это делал обычно в своей жизни. Всех поздравляем с праздником, причастники. Возблагодарим Господа. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!